Добро пожаловать на мой канал! Наконец-таки выходит новая часть админ арбуза, в которой я вам расскажу о новых правилах, а также мы пройдемся по редчайшим видам животных, которые вы можете встретить на просторах Горисмода. Вы спросите, а почему не было выпусков? Я вам отвечу очень просто, но зато максимально честно. Мне было лень, пиздец как лень. Я до этого админ арбуза делал еще несколько проектов с монтажом, несколько летсплеев и несколько стримов, так что это просто пиздец! Ну ладно, сегодня я перебарул линии и зашел поиграть на сервер СловакРП. Кстати, айпишникова будет в описании, да, заходите, можете поиграть, а может и меня еще встретите. Ссылка на группу этого сервера также будет в описании, так что заходите и играйте, ну а пока что смотрите новый выпуск админ арбуза. А как мне прикажете реагировать на вот такие вот жалобы? Вы наверное немного не поняли, чем я возмущен, но сейчас попробую объяснить. На каждом из серверов, где я играю, есть система жалоб, то есть ты кидаешь жалобу, админу ее рассматривают и кто-то ее принимает. Так вот, в эту жалобу нужно писать конкретное нарушение, может быть ник, но здесь я практически каждые 10 минут встречаю такие жалобы по типу просто админ или тп, то есть понимаете, они не пишут там причину жалобы, они просто пишут какой-то блять набор букв вообще бессмысленный, либо не пишут вовсе, как в этом случае. Если создатель смотрит это, а я уверен то, что он посмотрит это, то я попрошу его сделать такое правило, чтобы в админ чат писали все конкретно, ясно и по полочкам, потому что ну неудобно блять, ты не знаешь, что от тебя хочет игрок, ты не знаешь, стоит ли отвечать на жалобы или не стоит. Давайте примем хотя бы одну, посмотрим, что это. Что такое? Что админа звал? Арсений А тебя убил. Здорово, причинно объясни, почему ты этому, ты этому, ты этому, ты этому. Полно. Потому что я просто... Короче. Поскольку микрофон у него то еще говно, то ситуацию перескажу я вам сам. Он сидел со снайперкой в доме, смотрел через эту снайперку на мэра, после чего его застал этот спецназец, который мне отослал жалобу. И он начал по нему стрелять без особых таких причин, хотя мог его просто посадить. В итоге спецназовцу отвесили пиздюлей, и этот спецназовец обижен и начал мне жаловаться. Но ты мог его арестовать. Твоя жалоба закрывает твою. Ну как бы он все правильно пойти сделал, но мог бы конечно и арестовать, но какая разница, если он первый стрелять начал, а потом жаловаться, что его убили. Это ограбление, стоять. К стене, к стене. Опа, 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 опа. Подошел к стене, к стене, сказал раз, раз. Ты что, дебил, ты считать не умешь даже, и ты не понимаешь, как грабить правильно, да? Придурок, блядь. Ты понимаешь, что вас оттуда, точнее с улицы, могли здесь увидеть? Сейчас, наверное, все подумают, почему я к нему продираюсь, ведь крыша это безлюдное место, крыша людное место. С улицы спокойно можно посмотреть, кто на крыше находится, и с другого здания тоже можно разглядеть. А еще лучше можно разглядеть у одного из них оружие в руках, которое он оставляет на другого. Собственно, для ограблений нужно выбирать безлюдные места по типу закрытых помещений, либо переулков всяких. На такую открытую местность вообще не рекомендуется выходить, у вас просто спалят, либо доложат ментам, либо просто убьют. Садишь сейчас в джайл за анон РП, идиотина. Ладно, поскольку это будет первый наш наказуемый, я ему дам 400 секунд, но анон РП. Я что, не посадил его? Посадил. А, посадил, все, отлично, просто небольшая задержка идет. Все, первый недограбитель у нас уже сидит в джайл, прекрасно. Горус, здорово, ты меня звал? Ему говорим, пять к каждому. Он говорит, у него нету денег, я его чекала кошелек, у него 227к, он говорит, у него нету денег. А, ну тут у нас особо, короче, пациент. Ну окей, сейчас я его тэпну, посажу в джайл. Я думаю, то, что этот джайл в объяснениях не нуждается вообще, потому что в прошлых выпусках мы с вами уже узнали, что такое эфир РП. Троян, окей, Троян, тебе пизда. Ну, 400 буду давать. Хотя, это даже на 500 тянет, я думаю. И есть, а вот и второй наш фир РПшник. Так, а что насчет ловли нарушителей на живца? Интересно, получится или... Я буду стреляивать. Я тоже. И все-таки у нас здесь не летсплей какой-то, а админарбуз. Из трех ограбленных человек деньги мне не дал только один. Собственно, сейчас он будет на ваших экранах. Мужик, 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 как и обещал. Мужик, мужик, пойдем сейчас. Тут просто менты, они сделали недавно такое объявление, то, что совсем недавно уже нужно иметь лицензию на продажу. Морю, у тебя ее нет. Нет, нет. Кеша, Кеша, этот пацан хочет. Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Пошел он, вон пошел, вон пошел. Он это тоже, в КД и прочее. Мне что? А мне что с этого? До свидания. Специально для тех одаренных людей, которые скажут, что я убил админа, а не человека в РП-профе, поясню. Такую профессию сам он тут себе никак совершенно не пропишет. А он летал в РП-профе, в ноу-клипе, в админ-моле. Что разрешено делать только админом. И на этом сервере это одно из серьезных нарушений при игре за администрацию. Но видя то, что он находится в РП-профе, я могу ему угрожать оружием и по РП его прогонять как-то. На эти просьбы, ну как просьбы, их просьбами не назовешь, а угрозы были. На эти угрозы он вообще никак не отреагировал, и просто стоял, разговаривал, не знаю, с тем человеком. После чего, собственно, по РП расстрелял и пошел дальше по своим делам. А с этим придурком, кстати, надо все-таки поговорить. Я смотрю, он вообще какой-то бесстрашный. Профессия террориста была, да, или мне показалось? Да, профессия террориста. Здорово, а ты какого черта лазишь в РП-профе и в админ-моле? Ты мне это объяснишь. Я тебе, как человеку в РП-профе, угрожал оружием, но ты игнорировал все угрозы. Вот, давайте ты уже теперь поздно, я тебя в Джайл зафер РП откидываю, понятно? Ну, там поговоришь с админом как раз-таки, до свидания. Да я его уже отправил, все, иди нахуй, джайл, долбоев. Здорово. Префикс? Да. Тот, кто пожаловался, был ужасно нудным человеком, и мне пришлось объяснить вам саму ситуацию. Он со своим напарником наставил оружие на террориста, который достал оружие в ответ и начал с ними стреляться. Это пауэргейминг какой-то степени и в большей степени ферр РП. Все эти правила мы с вами проходили в прошлых выпусках. Поэтому вы сейчас спросите, а зачем ты тогда это вставил? Ну, тут, по большей части, не из-за этого. Здорово, на тебя жалоба ферр РП. Так, стой, объясни, объясни, что такое случилось? Нет, стой, сейчас у него жалоба, пусть он расскажет, потом ты объяснишь. Бойцы Аллаха, ты что, совсем дебил? Ну ладно, боец Аллаха, я тебя выслышал. Давай, рассказывай. Вы наставили на него оружие, и он достал в ответ его, да? Да. А, ну, все, окей, я боец Аллаха, я тебя сажаю в жалоб. Бойцы Аллаха. Ой, блядь, боец Аллаха, сука, я так ору нахуй. Боец Аллаха, ему все равно вообще. Красавец. Обычно в это время я выдвигаю какую-нибудь речь перед концом этого ролика, но нет, нихуя не в этот раз и не в этой серии. Еще одну разборочку получаете. Поднимаем качество контента, так сказать. Я горосмодер от народа. Здорово, че за феррерпэк, кого грабил? Он Джаст Поп с моим другом, мы на него оставили в США. Они к другу, и не к того, кто нарушил. Это Джаст Поп. Они к другу позже, мы с ним грабили его. Он убрал оружие, я попросил, чтобы он убрал. А сразу достали мы автоматы, мы его грабим вместе, типа, мы его заграбим. Он достает пистолет и чуть меня не убили. Тебя ограбили вдвоем, ты достал оружие. Ну, правильно. В смысле, ну, правильно. Тебя вдвоем... Я достал оружие, начал в них стрелять. Почему? Все правильно. Я даже в каких-то серверах играю, всегда так нужно было делать. В смысле, всегда нужно было доставать в ответ оружие на двоих людей, которые на тебя стоят вооруженные, да? Ну, вы поняли, короче, да? Будь ты величайшим хакером или программистом всех времен, от которого сытся даже Пентагон, или же Горис Матером Сея Руси, который сам успешно сытся свои штаны, то тебе в любом случае придется отдать некую сумму денег, чтобы сохранить жизнь по РП. Джаст Поп. 600. Все, давай бесстрашно, пока. Итак, у меня уже видео подходит к концу. Если оно тебе понравилось, то нажми лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик. А если тебе не понравилось, то нахуй иди отсюда. Также у меня есть группа ВКонтакте, в которой проходят анонсы стримов. Скажу здесь, чтобы вы не забыли то, что стримы идут у меня по вторникам и субботам. Во вторник в 17 часов по МСК, а в субботу в 19 часов и чуть-чуть бывает позже. Для следующего ролика попрошу привычную для вас сумму в 1000 лайков. Судя по множеству прошлых роликов, эта сумма для вас вполне достижима и вы ее набираете меньше, чем за день. Так что если вы в состоянии набрать даже больше, чем 1000 лайков, я буду очень рад. Ой, время поджимает.